Добрый день дорогие друзья! Как всегда в это время в эфире телеканала Хабар вас приветствует программа Важно знать! Программа, в которой мы регулярно говорим и обсуждаем наиболее актуальные и интересующие наше общество темы. Год назад свет увидел исторический документ. Программная статья Нурсултана Назарбаева Балашака Багдар Рухани Жанхару или «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». По мнению лидера нации, казахстанцы для успешной модернизации общества должны взять из прошлого все самое ценное, при этом не утратив уникальной самобытности. Достичь этого бессохранения самобытности культурного исторического наследия невозможно. И поэтому неудивительно, что особое место в этом документе занял проект «Сакральная география Казахстана». И об этом сегодня мы будем говорить с нашим гостем Бериком Абдагалюлы. Она руководитель обнаученно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан». Берик Абдагалюлы, здравствуйте. Я вас благодарю за то, что сегодня у нас в гостях. Спасибо большое. Но еще раз хотел бы вас поздравить с тем, что ровно в год подобная программа была запущена. Вам тем временем хотел бы напомнить, что в сегодняшней дискуссии обсуждение этой темы можете точно так же принимать участие вы. Вы можете дозвониться к нам в студию. Телефон нашей студии 757-681. Пожалуйста, звоните. Милости просим. Код города Астаны 7172. Либо же это можно сделать благодаря социальным сетям. Адрес программы сейчас перед вами на экране. Пожалуйста, пишите свои сообщения либо комментарии. Ну и прежде чем мы приступим к нашему диалогу, давайте вместе посмотрим небольшой сюжет. Казахстанцы могут отправиться в виртуальный тур по сакральным местам Казахстана. Уникальные общенациональные места объединили в один электронный справочник. Чтобы совершить незабываемое онлайн-путешествие, достаточно зайти на сайт kazmap.kz. Интернет-портал разработали в рамках программы «Руха Нижангру». Выявлено 185 объектов общенационального значения. Вот такое большое количество объектов общенационального значения. Сейчас попытаемся в этой терминологии разобраться, что же это значит, а самое главное на самом деле, какое значение это имеет для модернизации нашего с вами сознания. Аберик Абдулюлы, вот говоря на самом деле про все-таки сакральную карту Казахстана. Чем этот проект знаменателен? Какие действительно объекты и по какому принципу включались именно в эту карту? В целом программа, программная статья главы государства, ее надо рассматривать, конечно, комплексно. То есть, если она состоит, допустим, переход на латинскую алфавит, Туганжер, молодой край, 100 новых лиц, новых учебников, культура в мировом масштабе, и одним из них является сакральная. То есть, они все друг к другу связаны. Если у каждого есть свои функции, программы сакральной Казахстана, это прежде всего и стоит политическая задача, это идентификация, то есть, национальная идентификация, укрепить национальную идентификацию казахов через использование исторических символов. То есть, вся история Казахстана из древнейших времен, традиции казахов существовали и существуют сакральные места, куда мы идем, почитаем, просим у Всевышнего. То есть, это, допустим, всем известный Азрет Султан, Худжахмир, Арстамба, Бекетат. И во всем Казахстане есть различные уровни известности сакральные места. Есть природные мавзолеи. И вот это все впервые мы сейчас делаем единую карту. То есть, если раньше существовало оно как бы как традиция, если и существовали отдельные научные исследования, но единой картой, единой сети и сакральных мест делается именно в первый раз. Особенность этого проекта, в нем, может быть, он как-то и сложность, и легкость этого, то, что это делается в первый раз, единая карта. Вы знаете, первое, что всплывает у меня в этом плане понимание о том, что это очень хорошее такое, может быть, туристическое направление для людей, которые посещают нашу страну. Но вопрос все-таки в другом. Почему нам, самим казахстанцам, во-первых, такие места важно посещать? Ну и, во-вторых, почему нам вообще о таких местах нужно знать? Туризм — это вторая стадия. Вот как раз так, видите, я с конца начал. Да, то есть, первая задача стоит, это ценности, это духовные ценности. Каждый сакральный объект имеет определенную духовную ценность. Это наша традиция. И оно включает, фактически охватывает все периоды истории развития казахского государства, народа Казахстана, начиная с древнейших до современных периодов. Охватывает все регионы. И главная задача, она должна скреплять. То есть, знание истории каждого региона. То есть, мы не должны знать сакральные объекты только известные всем юга или запада. Мы должны... Каждый сакральный объект должен быть равный для Казахстана. Он должен знать о нем все. И тогда он знает всю историю, все символы Казахстана. Это первая очередь. Вторая, чтобы ее пропагандировать, популяризировать, необходимо развивать туризм. Нужно не просто теперь на бумаге знать, но и посещать. Посещать не обязательно там пошел, сфотографировался, селфи и ушел. А узнать легенду. И каждый сакральный объект, прежде всего, определяется ее легендой. В чем ее сакральность? Потому что есть религиозные, есть исторические, есть политические, есть природные. Знать легенду каждого этого объекта. Без истории, не зная историю, не зная своих корней, никогда не построишь будущее. Об этом всегда говорили философы. Но мы когда говорим с вами о вот этой сакральной карте Казахстана, я знаю, что даже она разделена на два уровня. Что это за уровни? По какому принципу происходит? Разделение было? Да, это условное разделение в процессе рабочей комиссии. У нас рабочая группа сформирована в регионах и в центре. Каждый регион определяет список, выявляет сакральных объектов. С учетом мнения местных краеведов, ученых, оксакалов, общественных деятелей формирует список, направляет к нам. В республике сформирован республиканский экспертный совет, куда входят ведущие ученые, эксперты, общественные деятели. И когда в первый раз нам поступило около больше 700-800 объектов, оно разного уровня. Есть всеми известные объекты, то есть, опять-таки, Ходжахмед Ясаю, Айшабиби, или Исыкский, Тамгалы, современные, прошлые объекты и тогда принято по решениям. Мы изучали мировой опыт, в том числе опыт ЮНЕСКО. Решили общенациональные. То есть, общенациональные это те, которые, прежде всего, должны обязательно для ознакомления всех Казахстанов, они должны знать легенду. Региональные это более уже региональное значение. Более локальные подходы. Да, да. Но это условность все равно. Сакральность, оно на уровне не делится. Вы знаете, я знаю о том, что вот получили такое большое предложение объекта, 800, вы говорите, туда вошло. Затем была подготовлена специальная экспедиция. Вот у меня первый вопрос в этой связи. Кто в эту экспедицию вошел? Во-вторых, можем ли мы сегодня, на самом деле, с уверенностью сказать, что вот эта экспертная группа, которая эти вопросы изучала, никакие исторические детали описательные об этих объектах не и не упустила? Экспедиция, это в поддержке Министерства культуры и спорта, было в прошлом году проведено. Им участвовал союз краеведов с участием активно ученых и республиканских и местных. Прежде всего, это, конечно, историки, этнографы, археологи, географы, литературоведы и просто краеведы. Они должны были на местах уже известные маршруты, которые из давных времен уже существуют, посетить эти места, собрать легенды, описания. Фактически, это выявление сакрального объекта. Вот первый этап мы сделали. На втором этапе сейчас идет более уже паспортизация. То есть сейчас Министерство культуры и спорта работает над внесением изменения в закон о охране историко-культурного наследия. Туда планируется включить статью «Сакральные объекты». Там нет этого. То есть если этот пункт будет включен, законопроект будет утвержден в Можилисе, принят, будут соответственно сформироваться государственный реестр сакральных объектов. Это что означает? То есть уже уполномоченный орган, в данном случае Министерство культуры и спорта, формирует список сакральных объектов уже на законодательном уровне, формирует у каждого паспорт. То есть фактически паспорт — это все данные, в том числе легенды, в том числе шарша. Да, мы можем быть уверены, что в этом паспорте данные все действительно самые последние, самые уточненные, самые конкретные. Конечно, конечно. У нас это будет не только письменно, оно и в онлайн-режиме. То есть текучие изменения в государственном реестре будут изменяться. То есть фактически мы вот сейчас посещаем сакральность, есть там шарша, да, который там на месте рассказывает легенды. То есть мы с ним, о них тоже будет информация, кто они, их биография, их научная или образовательная. То есть люди должны знать легенду, кто это им всем рассказывает, что этим связано, посещая, получать в будущем в руки книжки, буклеты. В информационном плане все их видео, картины заранее могут прочитать. Вот это все... Мы сейчас к этой теме с вами подойдем. Очень интересную тему затронули насчет виртуальной карты. Но давайте сначала ответим на вопрос наших телезрителей. Я хотел бы вам напомнить, что мы работаем в прямом эфире. У нас есть телефонный звонок 757-681. Добрый день, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Вы меня слышите? Да, 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 пожалуйста. У меня вопрос такой. Я слышала, что учрежден даже нагрудной знак. Вот вопрос у меня в чем? Правда это и кто им будет удостоен? Скорее всего, наверное, имеется в виду нагрудный знак отличник краеведения. Мы вот в прошлом году специально был учрежден нагрудный знак отличник краеведения Уздук Ульки Тануша. То есть, к сожалению, в последнее время не так сильно уделяется внимание краеведам. Это энтузиасты, которые собирают историю, разные легенды, мифы, географии. Краеведение не только история, это география, это биология, это все охватывает. То есть очень много регионных у нас энтузиастов, которые собирают, но их труд не всегда оценивать на достойном уровне. Поэтому Министерство культуры и спорта совместно с общественным объединением краеведов приняло решение учредить этот нагрудный знак. И в прошлом, даже в этом году в форуме Туранжер, втором форуме, было вручено первым нашим краеведам. И то есть это будет продолжаться. То есть прежде всего они должны в регионах направлять нам предложение, обязательно какие труды у них есть, какие статьи изданы. И с учетом этого комиссия принимают решение награждать нагрудным знаком. Здесь очень важный еще фактор о том, что на самом деле такая профессия, как краевед, мне кажется, к сожалению, в последние годы все больше и больше уходит в небытие. И у нас краеведы, собственно, наверное, кто-то уже выходит на пенсию, а новое поколение... Сейчас, как раз таки, принтеррешение в Министерственном образовании, науке правительством. Вот в рамках данной статьи главы государства поддержка краеведов, в том числе разрабатывается концепция развития краеведения, готовятся учебники к краеведению по каждому региону. Вернуть статус этой профессии, как минимум, да? Вот я хотел бы все-таки затронуть вопрос касательно того, о чем вы уже начали говорить. Это насчет виртуальной карты. Виртуальная версия, сакральные карты Казахстана. Что она призвана решить? Зачем вообще этот проект нужен? Прежде всего, оно дает комплексную информацию о каждом сакральном объекте. Это фото, текстовое, видеоматериалы. Онлайн, да? Онлайн, да. Плюс, если человек хочет посетить эти места, он может увидеть адрес, как добраться туда. То есть, оно указывается в карте. Сейчас вводятся последние еще данные GPS каждого. То есть, каждый может набрать географические координаты, чтобы им указывало дологу. То есть, эта работа в прошлом году начата, и оно постоянно продолжается. И в этом году у нас над этим сайтом карты работаем. Новая информация с региона поступает. Мы все включаем. Именно о каждом этом объекте, который был одобрен как именно сакральный объект. Я думаю, что на самом деле этот проект будет иметь очень большую популярность, потому что ведь это действительно, как мы говорим, всегда формат онлайн стирает границы. И вот сакральные места Казахстана смогут люди посетить, которые находятся здесь за тысячи километров от нашей страны. Да. Нам главное заинтересовать, чтобы люди интересовались этим объектом. Вы знаете, продолжая эту тему, хотел бы затронуть еще программу, которая на ближайшие пять лет предусмотрена касательно написания книг, экранизации, съемки различных документальных и художественных фильмов именно на тему сакральной карты Казахстана. Этот проект уже начат? Да. Уже в прошлого года Министерство культуры, Министерство информации совместно готовит различные проекты, в том числе снимаются фильмы, в том числе международным участием, нашими участиями. Готовятся различные видеоролики краткого содержания, там 30-40 секунд для социальных сетей, чтобы люди заинтересовать, мотивировать, дать краткую информацию, чтобы у них появился интерес посетить эти места. Я хотел бы задать вам, если позволите, последний вопрос, мне нужен очень краткий ответ, время у нас ограниченное. Вот что интересует наших зрителей из социальных сетей. А вот работали казахстанские ученые не только на родине, но и за границей. В каких странах побывали наши историки и, главное, каков результат этих экспедиций? В данном случае наш проект ограничивает наши территории, именно составление карты. То, что за пределами, этим занимаются ученые, мы используем, но этот проект у нас планируется уже в этом году. То есть в прошлом году мы по республике, в этом году мы планируем поездки, это ближайшие наши соседи, это Узбекистан, Россия, Китай, Киргизия. В перспективе планируем, в том числе, Индия, Афганистан, Египет. Это для того, чтобы нарисовать общую историческую картину такую, да? Да, то есть люди всегда ищут сакральные объекты, связанные с народом Казахстана, за пределами Казахстана. Они и в Германии есть, Мустафа Шуха, там захоронены и в России, допустим, в Узбекистане. Это мы должны об этом знать и помнить. Берек, я вас благодарю за эту беседу. Хотелось бы пожелать вам всего самого наилучшего в той очень важной работе, которую вы делаете, потому что благодаря вот этому проекту, которым вы занимаетесь, мы еще больше узнаем о богатстве нашей культуры и истории. Спасибо вам. Это была программа «Важно знать». Увидимся, как всегда, здесь же, в эфире телеканала Хабар. Пусть все у вас будет хорошо и будем, как всегда, на связи. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова